После взрыва откровений Z-каналов, после публикации Гурулева, где он написал, что надо переставать лгать и доносить правду, и тогда целую неделю просто из всех Z-каналов лилось, и писалось, что и все истории про то, что уничтожена вся украинская техника, это неправда, и про то, что ситуация на фронте тяжелая и прочее-прочее, весь этот поток временно прервался. Но не потому, что все стало хорошо, а потому, что крайней точкой стал удар по Севастополю, по штабу Черноморского флота в Севастополе, после которого был такой самый большой гигантский всполох и полная затем тишина в Z-каналах. Судя по всему, действительно, в очередной раз российские власти или военка, не знаю, кто точно у них этим занимается, пришли к конкретным авторам и сказали, хватит, а то вас ждут большие проблемы. Это ротация, если хотите, хоть где-то у российской армии есть ротация, которую мы наблюдаем регулярно. Большие каналы перестают писать о проблемах, потому что боятся, что за ними придут, о них начинают писать каналы поменьше, каналы поменьше становятся большими, и, соответственно, им уже делаются намеки, что они должны прекратить снудеть, и снова появляются маленькие каналы, потому что проблемы никуда не деваются, и люди пытаются все равно о них каким-то образом рассказывать. Ну, в общем, вот это буквально краткое описание, так сказать, общего контекста Z-каналов и в котором они сейчас существуют. Но, несмотря на это, все равно находятся те Z-каналы, которые рассказывают о больших проблемах, которые прямо сейчас есть у российской армии. И на Бахмутском направлении, где российское руководство продолжает в безумные контратаки вводить российскую армию и просто стачивает свою живую силу. И на Запорожском направлении, где российские солдаты говорят, что да, ну мы, наверное, все-таки держимся, но о ни о каких наступлениях в будущем речи уже не идет, а войска физически заканчиваются. И о снарядном голоде, который тоже никуда не делся, и количество этих снарядов и их качество сильно снижается день ото дня. Обо всем этом в сегодняшнем видео. Меня зовут Майкл Наки, вы на моем канале, если нет, то переходите, вбивайте Майкл Наки, заходите на канал, подписывайтесь на него, пишите комментарии, ставьте лайки, все это помогает продвигать видео. Ну и также можете подписаться на Патреон для того, чтобы поддерживать канал финансово. А начнем мы с бахмутского направления, не в смысле в рамках интонации, не сводки, знаете. Начнем с бахмутского направления, потому что там вот есть этот канал, который довольно активно последние несколько недель как раз описывает ситуацию, и она подтверждается затем и по продвижениям, и по косвенным признакам. Он рассказывает о том, что происходит на этом направлении, и что там ситуация становится хуже день ото дня, и скоро, возможно, это приведет к достаточно печальным последствиям. Десять дней зерграшины руины, с названием в стиле российские войска вновь контратаковали в районе Андреевки и Клещеевки, продвижения нет, и прогресс налицо. Только это не наш прогресс, фокус от руин смещается на железку и северную часть Курдюмовки, а у них в планах реально ракада. Нормально повоевали, чё? Пишет филолог в сервизорине и продолжает. Да, кстати, остатки той самой группы из парней зетовцев, что мы готовили, которые несколько дней назад сумели таки выполнить штурмовую задачу и зацепиться за руины в Андреевке, там так и остались. Предполагалось, что им в поддержку подойдет десант. Десант пробиться не смог, выйти сами они уже не смогли. Дальше он в целом описывает ситуацию, с которой сталкиваются российские войска. Прямое использование противникам в качестве иллюстративного материала сообщений о наших текущих печальных делах южнее Бахмута является дополнительным маркером того, что противник сам весьма озабочен темпами своего продвижения и ценой, которую ему приходится платить. Об иных маркерах умолчу, речь о другом. Цели по южному направлению вынужденно скорректированы в фокусе внимания на обозримую перспективу Токмак. Прорывы же на Мелитополь или Бердянск, не говоря уже про Мариуполь, рассматриваются только на случай исключительно благоприятного развития событий, то есть буквально обвалу нашей обороны, добиться которого у противника не получается. Ситуация у нас там на самом деле не благостная, но и не критическая. Наша оборона пока достаточно устойчива. Бахмутское направление было для противника вспомогательным, однако сейчас там приоткрывается окно возможностей, которые при успешной их реализации смогут в определенной степени компенсировать неудачи на юге. Ситуация вокруг Бахмута для нас складывается сейчас нехорошая. После серьезного наката к западу от Солидара в районе Залезнянского второй декады августа противник значимой активности на северной фланге пока не проявлял, однако на южном сумел добиться продвижения на рубеже Клещеевка-Курдюмовка. Идут бои за железку, противник давит с севера на Курдюмовку, цель на обозримую перспективу перехват ракады Горловка-Бахмут и фланговый охват наших войск в Бахмуте. Нюанс в том, что ввиду бездарной растраты наших сил в авральных необеспеченных контратаках на негодные объекты, начиная с середины месяца, наша оборона на южном фланге сильно истончилась. Что характерно, спустя неделю после начала истеричных контратак на руины Андреевки противник зафиксировал переброску подкреплений на юг от Бахмута с нашего северного фланга. «Августский накат, нацеленный на развитие прорыва в направлении коммуникации между Бахмутом и Солидаром, был купирован очень высокой ценой. От планов на глубокое вклинение и отсекание Солидара противник не отказался». Положение на южном фланге продолжает оставаться очень тяжелым. Подкрепления идут не на усиление оборонительных рубежей, а на затыкание дыр. При этом мы имеем еще и ослабление обороны на северном фланге. Диспозиция выходит откровенно. Дальше он добавляет уже более эмоционально. «Я как-то грешным делом думал, что п*** получился с предыдущим отрядом, который попал в локальную мясорубку под Солидаром в августе, но нет. Получился с нашим крайним отрядом. И вообще, даже это не предел. Из-под Андреевки хотя бы кого-то все-таки смогли вытащить. Сейчас у нас сводная группа из тех, кого не сдернули тогда на Андреевку, и относительно легких трехсотых, которых вывезли из-под Андреевки, плюс солидарского участка. Парни занимаются фактически сами, мы просто ставим задачи, но в лайтовом режиме, учитывая состояние большинства. Мы сами сейчас работаем с группой армейцев, даем краткий курс в рамках дообучения и повышения квалификации. Новый отряд зетовцев пока ждем». Старый, я напомню, уничтожен. «Наверное, хорошо, что сейчас у нас армейцы. Все-таки какое-то отвлечение, а там, надеюсь, хоть немного попустят». Попустят, конечно, вряд ли, но, в общем, мы видим, что продолжаются проблемы на бахмутском направлении, усиляются и расширяются, и будем надеяться, все будет оставаться в том же духе. Все больше проблем с обеспечением, причем не только с обеспечением напрямую из армии, но и с волонтерским. Все больше затканалов пишут о том, что идут какие-то спекуляции, у кого-то отбирают волонтерскую помощь, у кого-то еще что-то происходит, а иногда и доходят до совсем уморительных ситуаций. Как, например, Грейзон пишет про одно из таких событий. «Круг замкнулся. Народ вынужден собирать деньги для солдат на приборы ночного видения, которые были украдены из армии и стали беспрепятственно продаваться в интернете. В итоге эти самые приборы, предназначенные для армии, снова возвращаются в армию, но уже дважды оплаченные народом. Так и живем. И смех, и грех». Насчет греха не знаю. Надеюсь, что там и по три раза будут все это передадут, это снова продадут, это снова купят, чтобы у волонтеров, которые помогают российской армии, отпадало желание это делать. Потому что помощь армии, которая оккупирует чужую страну, чужую территорию, это, конечно, участие в том, что делает эта самая армия. Но помимо этого есть еще интересная проблема, о которой стали Z-каналы писать все больше, видимо, пока на эту тему им писать не запретили. А именно, значит, есть военная полиция, ну, такие подразделения, которые занимаются контролем солдат. Там, не знаю, не сбегают ли они из части, не бухают ли они и прочее, прочее. И вот на эту военную полицию в Запорожской области очень много жалуются. Например, канал BattleSeller, который репостили многие Z-военкоры, если хотите, Z-общественники, показывает видео, как военных штрафуют на войне за то, что они без пристегнутых ремней едут на буханке. И он выкладывает видеоразговоры, значит, солдата с этим представителем военной полиции. Ставим один материал за водителя и видели? Шраф 1000 рублей. Да что? Да ты, чтобы не пристегнут. Я был пристегнут. Хорошо, а пассажир тот, что я знаю, помню? Да и срока такого, да, все в минус. Вы же понимаете, что это ничего не решит? Не, ну вот. Ничего не решит. Ничего не решает. Ты меня на войне хочешь оштрафовать за... Так по закону, фото-видеофиксации. Послушайте меня внимательно. Для того, чтобы принять человека к административной ответственности за непристегнутый ремень, дайте я это закончу. Дайте я закончу. За непристегнутый ремень и за пользование мобильным телефоном во время движения, фото-видеофиксации. Мобильный телефон пользуется. Я вам... Вы меня не слышите, что ли? Я вам еще раз объясняю. Я пристегнут был. Он сейчас отстегнулся, когда мы остановились. Алексей Олегович, вы меня послушайте, что я вам говорю внимательно. Я вас слышу, я говорю, он отстегнулся, когда мы остановились. Когда я к вам подошел, я, во-первых, видел, когда вы поворачивали. Я и все, когда поворачивали, он тут не пристегнул. Кто? Когда я вам подошел, я вам сказал, что насчет вас, я не знаю, я не видел. Но послушайте, вы не пристегнули. А вы как у него не пристегнули? Ну, нет, я за заднем не сказал. Вот за заднем вот послушайте, да, мне сказали. Ну, вот послушайте. Вы мне вот сейчас выясните, что ремень безопасности есть, он должен быть пристегнут. Ну, как я сейчас это сделаю? Вы опять не слышите? Я сейчас могу опять 5 эпизодов вам на то сделать. Вы не слышите. Вы все равно их поплатите. Ну, вообще, вот, это опять не надо. Про проблему пишет и Александр Картавых. Пришло в бота, за достоверность не ручаю. Если сталкивались, то пишите в комментах, что как. Сань, раз ты все популярнее становишься, может, посвятишь одну фиговину? Кстати, для солдатов, которые пишут за этого инкором. Смотрите, вам нужно действительно писать, пока они не преодолеют порог какой-нибудь. Ну, плюс-минус 100-150 тысяч подписчиков, потому что после этого порога к ним приходят люди сверху и говорят, больше негатив не писать. Вот, это, к сожалению, произошло с моим любимым 13-м. Эх, жаль, жаль, ну, что поделаться. Итак, Сань, раз ты все популярнее становишься, может, подсветишь одну фиговину? Чем черт не шутит? Мы с корешами твои соседи, мобики из Светров и Кирзы, ну и других менее мебельных районов СПБ. Тянем лямку в одной из бригад составе 6 ЛА. По роду деятельности сидим во второй линии. До нас долетает только арта и хюморей. Но при этом появляется еще один интересный фактор, о котором ниже. Помимо метких, в скобочках, нет, украинских артиллеристов, грязища по колено и стандартных армейских траблов, типа снабжений и своеобразного отношения начальства, примерно в апреле-майе нам придумали еще одно развлечение. ВП, военная полиция. Кто не в курсе, военная полиция – это ребята, которые в мирное время следят, чтобы солдаты не слишком сильно хулиганили за пределами части, а в спецоперационное время поддерживают порядок на освобожденных территориях. В идеале они должны пресекать пьянство, мародерство, беречь гражданских от солдат и наоборот. Совсем-совсем идеале помогать ФСБ ловить ждунов и ДРГ. А теперь мякотка. Вместо всего вышеперечисленного эти милые люди в красивых головных уборах и чистой форме заняты натуральным саботажем. Поначалу это были безобидные эмоционные загоны, типа того, что солдат должен быть перманентно трес, чисто выбрит, бодр и весел, жить строго в блиндаже, одеваться строго в уставной камуфляж. Затем, за нарушение сих заповедей, люди стали тупо хватать и увозить типа в обезьянника, по факту на принудительную рабочку по строительству всяких разных объектов для самих ВПшников. Бесплатную бесконечную рабочую силу себе мужики нашли, стало быть. Бонусом начали трясти отпускников на въезде и выезде, отжимая неуставную, то есть почти любую, снарягу и электронику, включая теплаки и дроны. И просто заставляя прямо там на кордоне покупать себя ВКПО, потому что в этих ваших горках и мхах выезжать запрещено. Куй вам о нём отпуск, товарищи военнослужащие. С ним совсем можно смириться, но сейчас дело уже принимает совсем абсурдные обороты. Теперь тебя не выпустят из зоны СВО А, если ты берсы надел с мультикамом, а не с цифрой, либо кроссовки надел с цифрой, а не с мультикамом. Б, если ты без бронежилета. Куда отпускникам на гражданке потом девать броник, их личное дело. Ну подумаешь, лишние 15 килограмм багажа хуйня. Ну и да, за попытку в неуставном виде, без кителя, например, или с щетиной на миллиметр длиннее, чем у самого ВПшника, пройтись до колодца за водой или даже по своей непосредственной задаче, по-прежнему сулит поездку в обезьянник, где можно просидеть и день, и три, и пять. Помимо того, что такая еда не мешает работать, она еще и дезморалит неплохо так. Постоянно задумываешься, ну что ты тут нужен, если с тобой борются активнее, чем с украинцами, и твой внешний вид начальства важнее того, выполняются задачи или нет. Вы уж извините, но бриться и красиво одеваться мы лучше будем дома перед женами и коллегами на работе. На войну нас позвали воевать. Или это такая же, хм, недостоверная информация, как обещание заменить нас на контрактников, от которых, по словам верхних чинов, отбоя нет. А если МО так хочет красивую картинку для отчетов, пусть попросит украинцев подождать, пока мы марафет наведем. Мне кажется, в этом сообщении есть отличный лайфхак для военных. Типа вот если вы поняли, что вы больше не хотите быть убийцей, что вы не хотите больше быть частью оккупационной армии и прочее, то просто отращивайте максимальную городу, едете, значит, там где-то сует с военной полицией, вас постоянно забирают в обезьяннику, и все, и вы не умрете, и не убьете никого. Может быть, даже сохранить какие-то остатки человеческой совести и морали. Мне кажется, план Капкан. Да, кстати, сразу же мы с вами заговорили про технику, которую отбирает военная полиция, технику присылают волонтеры, и самое место и время вспомнить, что теперь вот в этой рубрике «Зетнытья» вот этих вот всех бесконечных «Зетгни», «Зетобщественности» мы собираем под этой рубрикой на ВСУ. Собственно, различные сборы. Спасибо большое всем, кто к ним присоединяется. Действительно, мы смогли собрать достаточно внушительную сумму, но понятное дело, что покуда будет война, будут и сборы. Разница между российской и украинской стороной здесь в том, что российская сторона говорит, что все супер, все классно, ничего собирать не надо. Но при этом сами солдаты постоянно пишут, что вот без волонтерской помощи вообще никак, потому что Министерство обороны им ничего не предоставляет. Украинская сторона же, наоборот, она говорит о том, что собирайте, собирайте как можно больше всего не хватает. Ну, потому что при нормальном публичном сопровождении армии понятно, что в войне, особенно в которой вы обороняетесь, вас всегда всего не хватает. И поэтому эти потребности и нужды могут покрывать люди. И, собственно, те люди, которые это делают, помогают Украине победить, помогают закончить эту войну. И чем больше будет помощи, тем быстрее Украина эту войну сможет закончить. Сегодня с вами собираем на машину для разведки. Собственно, вот здесь сама банка, ссылку на нее я оставлю в описании. Это Сергей. Он воюет с 2014 года. Год назад ему, к сожалению, пришлось ампутировать ногу, но он продолжает нести службу в разведке. Им периодически нужны автомобили. Здесь машина относительно недорогая. 200 тысяч гривен необходимо. В общем, давайте поможем Сергею. Собственно, сам сбор курирует его жена Анастасия. Вот. Поэтому удачи украинской разведке. Я надеюсь, что мы действительно с вами вместе сможем внести вклад. Я сам туда, конечно, тоже закину, потому что призывать вас закидывать на сборы, в котором я сам не участвую, было бы довольно странным. Ссылка будет в описании. Давайте вместе помогать. Но только если вы из России, то переводить не надо, потому что там это уголовное преступление, что плохо не само по себе, а то, что вас действительно могут там посадить или еще что-нибудь с вами сделать. Это мнение вам не нужно. А мы с вами возвращаемся к проблеме военной полиции, о которой пишут еще и Грейзон, а Вагнеровский канал достаточно большой. Если вы думаете, что это какой-то единичный случай, то нет, нет и еще раз нет. Ситуация подобного рода происходит несколько раз в неделю, в особенности в Херсонской области и тыловой зоне Запорожской области. Забирают машины за все подряд. Ремень, тонировка, отсутствие водительских прав. А какие еще документы нужны бойцам разведки спецназа с собой? Может, военные билеты характеристика от командира? Могут спросить даже документы на оружие, будто бы видно, что едут охотники. Я не шучу, не хуй, сами при этом военные проститутки стоят в мультикаме. А давно у нас мультикам стал уставным камуфляжем. Самые проблемные, в Херсонской области машины тормозят даже на условной линии боевого соприкосновения, которая идет по реке Днепр. Так как прилетов на этом участке меньше, чем подработено, куда красные шапочки сутся ездить, эти лампасы пасутся на Херсоне, где могут до квадрокоптера в машине, так как их запуск запрещен. Вы понимаете, боец несется и везет квадрокоптер на задачу, чтобы продолжить вести разведку, так как тот разрядился, а его тормозят и забирают квадрокоптер и забирают его вместе с машиной. После чего половине личного командного состава надо гибнуть несколько часов, чтобы вызволить бойца или бойцов. А если машину еще как-то по мнению этих неправильно оформили, то машину могут просто конфисковать, а потом ты видишь, как они сами на ней ездят или продают за бесценок чеченцам. Еще раз говорю, жалобы из особенно из Херсонской области поступают уже давно и постоянно. Некоторые российские бойцы нервничают уже настолько, что я бы на месте красных шапочек стал нервничать сам, как бы ночью какой-нибудь блокпост случайно не не проснулся. Ну, можно только поблагодарить военную полицию, пусть продолжает в том же духе. У меня к ней никаких претензий нет. Вот, замечательно, смотрите, люди сами не воюют, то есть никого не убивают. Там, да, находятся на оккупированных территориях, поэтому прощения им тоже по большому счету нет с оружием. Но, тем не менее, конфискуют технику российских солдат и все прочее. Пусть продолжают в том же духе, я уверен, что и продолжат, потому что, ну, никаким образом решаться такие проблемы абсолютно не могут, особенно в нынешней ситуации, когда почти все ЗЭД-каналы, как я уже сказал, они как бы просто захлопнули варежку. Реально надо было видеть это, когда вот после удара по Севастополю был такой последний несколько постов там у ряда там, у Мордана какого-нибудь, у Живого, у Тринадцатого, ну, то есть как бы все-все вот отстрелялись в последний раз, и все. Дальше уже и российская какая-то у них повестка, и Кадыров, все на свете, все, что угодно, только не война. Не то, что на ней происходит, при том, что мы, наоборот, видим, что последнюю неделю полторы событий происходит довольно много, причем довольно успешных для украинской стороны. На Бахмутском направлении, Запорожском направлении, и уже украинские войска в траншеях Вербова. Ну, то есть там, на самом деле, серьезные изменения. При этом у российской стороны ничего в лучшую сторону особо не поменялось. Снарядный голод все так же есть, его там обсуждают сами военные в различных чатах, но, значит, вот военкоры как-то такие не вижу, значит, нет. Ну, тоже понимаю, по голове настучали, а все их бравада вот этих вот Z-военкоров про то, что нас не заткнешь и все прочее, понятно, что она работает только на доверчивого зрителя, который должен следом за таким постом кликнуть на рекламу финки НКВД. Ну, находятся отдельные люди, особенно солдаты, которые понимают, что как бы вот от этого, ну, от этих проблем буквально зависит их жизнь, которые подробно рассказывают, чего происходит. Один из таких Z-каналов, относительно небольшой, убежище 8 он называется, и я за ним слежу несколько месяцев, пытался понять, насколько это Цепсо не Цепсо, насколько это действительно военнослужащий, но пришел к выводу, что да, ну, то есть там места, которые он описывает, специфика, о которой он говорит, и, собственно, реакция нескольких Z-каналов говорит о том, что да, это, скорее всего, реальный человек, хоть и анонимный. И, собственно, насколько я понимаю, что Иван Филиппов из канала «На западном фронте без перемен», такой известный Z-канал в узких кругах, на котором он тоже собирает нытье Z-патриотов, он тоже считает, что это действительно настоящий человек, да, и это настоящий человек, который в целом описывает, что происходит среди обычных солдат, то есть какие у них мысли. При этом там не то, чтобы часто бывает там какая-то всепропальщикская, что называется, риторика, даже там на заявление Картополова о том, что мобилизованных не будут менять, а он сам мобилизованный, этот человек такой, ну, не будут и не будут, что поделаться. В общем, он написал большой объемный пост о том, что происходит вообще сейчас у солдат, что происходит на линии фронта и какие у него по поводу этого ощущения, давайте с ним тоже ознакомимся. Давайте поясню вширь про выполнение цели СВО, комплектованности, вторую волну МОПКИ плюс продолжение набора на контракт. Единственной внятной целью СВО является освобождение Донбасса, то есть 100% территории Донецка и Луганских областей. Достигается эта цель только наступлением. Для наступления нужно, первое, отдохнувший в основном личный состав первой линии и ударных частей. Второе, резервы для восполнения потерь и развития успеха. Третье, безлимитно снаряды тяжелых калибров от 152 мм и выше. Четвертое, локальное численное превосходство на участке проведения наступления. Что имеем сейчас, спустя год после мобилизации первой волны? Первое, большинство полков и бригад первой линии довоенные, укомплектованы мобилизованными от двух третей до трех четвертей. Все новые полки второй линии, они ниже территориальной обороны полностью из мобов. Второе, личный состав первой линии частично воюет с октября-ноября прошлого года, частично с января-февраля этого. Сильно утомлен и до крайности утомлен. Две трети ребят не было ни в одном в отпуске. Особенно это касается лучших частей, которые используют как затычки в обороне или как ударные части в наступлении. Третье, личный состав второй линии либо плотно занят на охране границы, либо введен в бой в первую линию, либо передан на восполнение потерь в полки бригады первой линии. Резерва в прежних количествах около 100 тысяч уже нет. Четвертое, из 200 тысяч новых контрактников половина уже воюет, экс-народная милиция и добровольца. Вторая половина либо идет на восполнение потерь, либо на формирование новых кадровых частей в РФ и участие в СВО пока не принимают. Пятое, снарядный голод на месте, перспектив увеличения скудных лимитов не видно. Шестое, украинцы нарастили за год количество людей до миллиона человек всего, из которых на фронте, как пишут в телеге, может быть до 600 тысяч. Понесенные огромные потери просадили средний уровень личного состава, но численное превосходство сохранилось на уровне 2-2,5 раза в пользу украинцев, плюс количество и качественно вырос уровень их работы по ПЛА и артиллерии. У нас, если сосчитать все озвученные цифры, около 250 мобилизованных в строю, плюс 200 тысяч контрабасов новых контрактников, то бишь, плюс может до 80 тысяч контрабасов старых. Итого около 500 всего, из которых в зоне может быть от 300 до 400. От себя тут добавлю, что цифры, ну скажем так, цифры взяты как раз с пропагандистской части, поэтому они вряд ли соответствуют действительности, и в принципе оценки всевозможных успехов, они тоже довольно специфичны. Я повторюсь, что в Z-канала надо уметь правильно читать. Когда они пишут про то, что там в Украине или что с украинской стороны, мы не можем это а проверить, б, они очень часто врут. Они либо врут, либо опираются на некачественную информацию, как от самого Министерства обороны, так и от Слон-ФМ. Ну то есть то, что рассказывают друг другу, а тут берутся и какие-то зверальные истории про там 400 тысяч погибших, украинские ничего не такое, это все фигня абсолютная. Но что важно и почему важно держать руку на пульсе Z-каналов, когда они говорят о своих проблемах, они говорят уже непосредственно о том, что они не только знают, но и о том, что они посчитали достаточно важным, чтобы несмотря на риски сейчас, когда сидит Стрелков, пригожен убит, озвучить в публичном пространстве. То есть эти проблемы действительно их очень сильно заботят и задевают. Как видите, продолжает этот Z-канал, сложившаяся конфигурация на конец сентября 2023 года говорит о том, что наши войска в зоне могут стабильно держать фронт в обороне еще около шести месяцев, но не наступать. Резервов не хватит на покрытие потерь, снарядов не хватит на достойную огневую поддержку. А ведь у украинцев тоже две линии обороны, при том во второй линии строятся бетонные доты и укрепленные блиндажи. В середине следующей весны первая волна мобов истощится до последней крайности из-за второй зимы в окопах без смены. Потери в обороне также будут значительны. Укомплектованность частей упадет до 60-70% по факту, а не по лжеотчетам. То есть наша группировка окажется в той же ситуации, что и в августе 2022 года перед наступлением в ССУ. Ни о каком наступлении нашем речь идти не будет. Вообще. Зато будет идти речь о том, как дальше держать фронт и не допустить перегруппировок на восток и других непростых решений только переизбранного одного известного политика. Но ситуацию можно и ухудшить до выборов. Для этого нужно лишь организовать кровавые осенне-зимние наступления на дефиците боеприпасов и при отсутствии резервов, о котором упоминал несколько телеграм-каналов. С фантастической уверенностью в успехе. Лекарством от отписанных проблем может быть только вторая волна мобилизации численностью в 450 тысяч людей, чтобы заменить истощившуюся первую волну плюс создать резерв. И продолжить набор на контракт, чтобы создать контрактный резерв хотя бы еще в 100 тысяч. Вторая волна полностью заменит первую к февралю 2024. 100 тысяч контрабасов наберут к апрелю 2024. Остатки первой волны можно отпустить в отпуск от трех месяцев, сделав резерв второй очереди на случай срочного восполнения потерь после весенне-летних боев 2024 года. Как видите, вторую волну еще не объявили. Набор же контрабасов идет не так бодро и скорее на бумаге. Их не хватит на полную замену первой волны даже в рамках ротации, чтобы первая волна смогла хотя бы три месяца отдохнуть в ППД и дома. Значит, выводы не сделаны. Выполнение цели свое под угрозой, а не выполнение цели равно провал операции. Придется либо цели менять, либо переназывать операцию. Вот это я и мои братишки имеют в виду, когда говорят, что без второй волны фронт рано или поздно не удержим. И уж точно Донбасс не освободим. Но об этом пусть руководство думает. А у нас зима близко. Лирически заканчивает он. В целом, по такому затишью среди многих затканалов, видимо, ситуация складывается действительно не очень хорошая. Потому что они считают возможным активно что-то критиковать или им разрешают критиковать, когда все более-менее, ну, когда можно создать, помимо этого, позитивную картинку. И из-за ударов по крымскому полуострову, оккупированному России, по тыловым ударам, по ударам по штабу Черноморского флота, по уничтожению кораблей Черноморского флота. И на остальных направлениях тоже ничего хорошего. Буквально на всех. На Бахмутском направлении все идут вперед. На Запорожском направлении идет прорыв и прогрызание российской обороны. И сейчас идет генеральное фактически сражение украинской летней осенней кампании. На Купинском направлении вообще что-то непонятное происходит. Потому что российские войска то собираются атаковать там мощно, то в итоге отводят свои какие-то части. В общем, там вообще никто не может понять, что на самом деле происходит. Поэтому успехов особо нет. Снарядный голод остается. Все заявления о том, что там мы там произвели все на свете снаряды, технику и прочее, этого не видят ни фронт, ни сами Z-каналы. И, в общем, это обычно вот такое затишье, оно идет перед каким-то большим-большим воем. Будем надеяться, что этот вой мы услышим совсем скоро. Ну а если Z-каналы настолько прижали, что они вообще больше не будут ничего писать, то тоже замечательно. Потому что чем меньше они пишут о проблемах и ошибках, вероятность и так маленькая исправления этих ошибок со стороны российского руководства генералов, она снижается еще сильнее. Это не может не радовать. Правда, есть еще один фактор. Z-каналы были очень заняты на прошедшей неделе, потому что обсуждали и Карабах, и то, как российских миротворцев там Азербайджан уничтожал, и как Азербайджана за это ничего не было. Они прям активно этим были недовольны. Про это рассказывала Мария Борзунова, например, на своем канале. Тоже могу рекомендовать. Она делает передачу фейк-ньюс уже на своем YouTube-канале. Она тоже активно это освещает. Я решил отдельно не делать про их нытье по Карабаху и про миротворство. Ну потому что там прям совсем жалкое нытье. Обычно вот это. И что мы стерпим? Да, мы стерпим. Мы стерпели. Ну то есть и вот так вот везде. Ну, не могу. Этот жанр мне уже приелся вот в таком своем воплощении. Ну и во-вторых, они были довольно заняты историей с Кадыровым и историей с парнем, который убил участника СВО, там, боец ММА какой-то. Короче, национальный вопрос. Их очень заботил последние дни и недели, видимо, после того, как, собственно, Министерство обороны попросило не шуметь, так сказать, и пригрозило чем-нибудь. Они переключились на другие свои любимые повестки. Ну а мы с вами будем продолжать наблюдать и за ними, и за войной, помогать ВСУ и будем делать все возможное, чтобы эта война закончилась как можно скорее победой Украины, то есть ее справедливым итогом. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok